Сейчас очень большое внимание уделяется научным работам студентов и вообще учащихся. И помимо того, что по плану пишутся, курсовые, дипломные работы, потом уже, соответственно, кандидатские диссертации. Но требования сейчас, в общем, унифицированы. И сейчас даже к курсовым работам надо также прописывать предмет, объект, новизну, методы и так далее. Это положение. Может быть, не все еще пока этому следуют, но я об этом еще позже чуть подробнее скажу. Главная проблема, она не в том, чтобы, собственно, написать статью. Это уже следствие. А главная проблема научиться проводить научное исследование. Если вы это умеете, то вы и статью напишите, без всяких проблем. Потому что оформить там ее согласно требованиям, это, в общем-то, морока, конечно. Иногда даже по времени не меньше, чем написание статьи. Но это все-таки несложно. А вот проводить научные исследования, это действительно, не побоюсь спать противоречия, это искусство. Да, высокое, причем, искусство, которому, конечно же, надо учиться. И как во всяком искусстве, есть тут, конечно, люди, которым это дано от Бога, что называется, которые из пеленок, знаете, как вундеркинды, как Моцарты, вот уже всем этим аппаратом владеют. А есть те, которые совершенно не владеют, но за годы обучения все-таки начинают очень неплохо владеть. Да, сразу хочу сказать, что те, кто учится на музыковедах, они как бы вовсе не обязательно должны или будут заниматься научной работой, потому что есть масса других музыковических профессий. Это и журналистика, и педагогика. То есть можно, конечно, совмещать, можно быть и педагогом, и ученым, и так далее. И очень часто это бывает, но не обязательно. Так что тут как бы тоже вот каждому свое, каждому свое. Я сейчас даже не буду перечислять все музыковедческие профессии, остановимся именно вот на научных исследованиях. Вот, и вот что, собственно, вот сейчас даже отбросим вопрос пока о публикации, потому что сейчас главное именно вот какие-то такие, знаете, постоянно встречающиеся ошибки и недочеты, которые существуют в нашей практике, и учебной, и научной. Вот я попытаюсь от них как-то немножко и подвести, предостеречь. Ну, прежде всего, прежде всего, первое. Конечно, должна быть очень высокая степень осознанности и, так сказать, рефлексии того, чем человек занимается. Если человек играет на рояле или там поет, то вовсе не обязательно, чтобы он это объяснял. Но если ученый пишет, занимается каким-то исследованием, то, конечно, он сам должен прекрасно осознавать все характеристики этого процесса. Начиная с предмета, объекта исследования, вот, задач, целей. Вот, понимаете, это очень четко должно быть сформулировано. И учиться этому тоже надо, начиная с курсовых, конечно же. Не просто вот тема и какая-то область, и идет некое, так сказать, описание в рамках этой темы. Вот, но, конечно, нужно учиться сразу ставить какую-то задачу. Потому что, понимаете, как? Есть... Ну, это все, в общем-то, идет по инерции. Потому что, когда вы изучаете, например, и музыкальную литературу, и другие предметы, и историю музыки, то ваша задача как бы реферативно изложить некую информацию. И от вас, в общем-то, не требуется при этом... Вернее, не обязательно требуется проявить какую-то вот степень новизны. С вас достаточно, если вы просто это вот изложите. И вот такая установка, она очень мешает научной работе и научным статьям. Потому что тут, конечно же, нужно сразу ставить цели. И сразу находить тот аспект новизны. А он обязательно должен быть в любой научной статье. Причем это вовсе не обязательно открытие Америки или Антарктиды. Эта новизна может быть крохотной. Это может быть рассмотрение какого-то очень частного вопроса. прояснение какой-то ситуации, или дискуссии, или чего-то еще. Но это должно быть четко осознанно. Также желательно, конечно, чтобы четко осознан был и метод. Но это более сложная материя. Мы сейчас об этом говорить не будем. У нас даже какая-то конференция вот несколько лет назад этому была посвящена. Вот. И так вот первое. Теперь второе и самое главное. Это точность. Понимаете? Есть науки точные. Так сказать, математические, естественные науки. И есть гуманитарные. Да, и как бы вот по такому противоположению как бы подразумевается заведомо, что раз гуманитарные, значит и неточные. Но неточная наука – это нонсенс. Неточной науки не бывает. Как бы, да, просто, как сказал Александр Ильич Михайлов, в свое время у гуманитарных наук своя точность. И вот надо очень хорошо понимать, что имеется в виду. Даже вот идут споры. А что музыковедение? Наука или искусство, или не совсем наука? Ну, споры совершенно бесплодные. Если вы считаете, что не наука, ну тогда и не занимаетесь, и не пишите статьи. Понимаете? И тогда вопрос и отойдет сам собой. Так вот, точность. В чем должна быть эта точность? Во-первых, точность факта. Вообще, очевидность факта – это, в общем-то, такая иллюзия, которая достаточно быстро развеивается, когда мы начинаем серьезно изучать вот, собственно, эту фактологию. Но и при этом, что очень важно. Вот, например, смотрите. Все мы хорошо знаем, такой элементарный пример, кто является создателем жанра симфонической поэмы. Лист, да? Какую поэму он написал первой? Что слышно? На горе, по-юго. Когда это было? В 1848 году. Хорошо, это факт, казалось бы, установлен. Но есть другой факт, что в 1846 году Франк написал тоже симфоническую поэму. Тогда еще не был этот термин вброшен листом. Это Франк сам назвал, независимо от листа. И на то же самое стихотворение Кюго. Тоже, что слышно на горе. Потом... Да, но он ее не опубликовал. И она как бы не стала фактом музыкальной культуры своего времени. Но она от этого не перестала быть статистическим фактом, что называется. Она действительно была написана и действительно в этом жанре. То есть, понимаете, вот все зависит от контекста, в котором мы рассматриваем этот факт. С какой точки зрения вообще он является фактом? Где? В чем? В каком пространстве? В каком, так сказать, при каком подходе? Это вот такой пример. А таких примеров может быть масса. Второе. Точность словесного... Вот это самое больное, самое важное. Точность словесного выражения, словесных формулировок. Обязательно. Это самое главное. И тут проблем несколько. Начиная с понятийного аппарата и терминологии. Потому что тоже, понимаете, вы, наверное, сталкивались с этим, что есть как бы слои, слои музыковедения, где терминология более однозначна. Это все, что касается элементарной теории музыки, ну там, тоника, доминанта. Хотя и тут есть споры, потому что не все аккорды мы знаем однозначно, куда относить. Да, вот есть дискуссии на эту тему и так далее. Так что тут тоже важно. Но есть термины, которые и вовсе как бы... Границы которых и содержание которых достаточно вариантно, колеблется. Но это многие термины, скажем, из области истории музыки, всем хорошо известные. Там барокко, модернизм и прочее. Вот. И что здесь важно? Здесь, вот опять же... Да, вот еще что забыл сказать. После определения предмета и целей, задач, вот следующий необходимый шаг – это изучить всю литературу по теме. Вот это очень важно. Причем не просто вот по теме, вот от и до, а на 3 метра вглубь и на 5 метров шире, как бы вокруг. Потом объясню, почему, зачем это надо. Вот. Обязательно изучается литература по теме. И вот изучая эту литературу, вы уже будете попадать вот в это терминологическое поле, то или иное. И вы увидите, что термины очень часто употребляются с какими-то вариантными значениями. И понимаете, что это не недостаток. Это не недостаток, это специфика именно гуманитарной науки, в частности, истории тоже, не только искусствоведения. И мы работаем в таких условиях, в общем-то, они могут показаться странными, но ничего не поделаешь, другого пути нет. Потому что сами термины, которые являются нашими первыми вот орудиями, рычагами, которыми мы пользуемся, они тоже при этом являются обязательно предметом изучения и уточнения значений. Это всегда надо делать, это всегда надо иметь в виду. И если вы видите какие-то расхождения в терминах, ну, во-первых, вы должны понимать, в каком контексте это было сказано, в какую эпоху, когда, в каком жанре, наконец. Потому что, если я, например, просто пишу какую-то критическую статью, а, допустим, в выступлении какого-то артиста, я могу не так строго следить за терминологией, я могу употреблять слова более свободно, потому что это не научная статья. И какие-то термины могут употребляться метафорически. Но, тем не менее, вы для себя обязательно определяете вот это точное значение, вернее, поле значений, потому что термин гуманитарной науки – это, как правило, именно поле значений. Очень важна логика в следующий такой момент. Это всё тоже относится к точности выражения, да, и к точности мысли, потому что выражение – это, собственно, мысль. Если вы научились мыслить, то вы, опять же, ещё раз повторю, и писать тоже научитесь. Так вот, логика. Что здесь самое главное? Ну, прежде всего, конечно, следить, чтобы не было таких очевидных противоречий, да, между вашими положениями, чтобы правильно соотносились общая и частная часть и целая. Да, и чтобы вот тоже замечал много раз, что отсутствует вот такая, как бы, способность диалектического понимания. Ну, например, не всегда, не всем доступно представление, что один и тот же объект, один и тот же феномен может быть одновременно относиться и к одному, и к своей противоположности, вот какими-то гранями, понимаете? Это вот, да, и поэтому очень часто рассуждают более примитивно. Не и, и, и то, и то, а или, или. И вот это очень, конечно, тормозит процесс мысли. Потому что, понимаете, вот тут важно понять, вот какое различие. Когда мы рассуждаем о том, что такое, например, авангард или постмодернизм, то мы понимаем, что это совершенно разные вещи, и как понятия они, каждый из них очень определённо, каждая из них имеет свои границы, и, ну, это понятие. Но в жизни-то так не бывает. В жизни всё движется, переходит в свои противоположности, совмещаются крайности, понимаете? В жизни вот как раз надо иметь, понимаете, вот моменты искусства, это возвращаясь к вопросу, искусство, музыковедение не потому, что писать тексты музыковедческие можно как билетристику. Нет, не поэтому. А искусство, оно потому, почему вообще любая наука искусства. Это первое, интуиция в нахождении вот нужного аспекта новизны, да, первое. И второе, как раз умение, опять же, это опытом достигается, умение увидеть точно вот в исследуемом феномене то, что действительно есть. И вот, как я всегда говорю, даю совет, никогда не пишите то, в чём вы не уверены, за что вы не отвечаете. Пишите только то, с чем с вашей точки зрения невозможно спорить. Вот. И это тоже большое искусство, но тем не менее, к этому надо стремиться. Да. Теперь третье. Вот почему я сказал, что на 3 метра вглубь и в 5 метров шею. Потому что, когда вы выдвигаете какое-то положение, то вы тут же должны посмотреть... Ну, вот, например, вы говорите о специфике какого-то явления. То вы тут же должны посмотреть, а как обстоит дело с тем же самым, но в ином, в окружающем, чтобы проверить, действительно ли это специфика этого явления. Понимаете? Ну, вот, например, такой для меня пример. Очень часто можно услышать, что спецификой русской пианистической школы является пение на фортепиано. Это сплошь и рядом. И говорят, и пишут, причём на полном серьёзе. Как будто бы западные, европейские пианисты не говорили об этом. И Бетховен не говорил, и Шопен не говорил. Вот никто не говорил, а вот русские только поют на фортепиано. Ну, вот это элементарный пример вот такого недалёкого видения, когда частное выдаётся за какое-то общее. Это даже не то, чтобы неосведомлённость, а скорее неаккуратность выражения какая-то. Потому что, ну, наверное, действительно, можно предположить, что русские на фортепиано тоже как-то поют иначе, чем, допустим, Шопен. Ну, так потрудитесь тогда сформулировать, в чём эта специфика, а не просто говорить и так общее, что вот они, только они поют на фортепиано. Вот, это вот такое... Но очень часто бывает и от незнания. Вот не смотрят, какой был контекст. Я уже, например, не могу, меня вот всего переворачивает, когда я каждый раз слышу на втором курсе, когда говорят, что Шопен стал писать прелюдии без фуг. Но совершенно люди не знают исторического контекста. Что этот жанр был очень распространён. Ну, это просто, опять же, я сейчас об этом рассказывать не буду, но это просто надо знать историю, элементарные факты, чтобы и в этом свете Шопен предстаёт ещё более интересно, чем если бы он просто взял, отбросил фугу у Баха и, так сказать, и делал с концом. Вот, вот тоже такой пример. И вот таким образом возникают штампы, вот такого же рода, два из них я сейчас привёл в пример. Возникают штампы, возникают мифы, какие-то совершенно ложные, неверные суждения. Вот, и тут главная причина – это недостаток кругозора общего. Поэтому я ещё раз подчёркиваю важность нашего академического образования, которое не позволяет просто выбирать предметы, какие нравятся. Ну, вот, скажем, изучаешь ты теорию джаза, и всё, и больше ничего, к примеру. Нет, вы будете добры изучить всю историю, весь курс истории музыки, весь курс гармонии, полифонии. Это действительно необходимая база, необходимая академическая подготовка, потому что иначе наука превращается в журналистику. Потому что наука – это высочайшая ответственность, именно в точности выражения. Журналистика – это тоже ответственность, очень большая. Но она немножко в другом, мы сейчас об этом говорить не будем. Вот, теперь ещё последний, пожалуй, момент, о котором я скажу. Это необходимость критического анализа, критического подхода ко всему. Прежде всего, к тому, что вы сами. Вот вы выдвинули какое-то положение, и вы проверяете его на прочность. То есть вы смотрите, а как оно вообще соответствует истине или нет. Проверяйте. Но, и когда вы читаете чужие тексты, то тут то же самое. Очень нужно такая, даже всегда разумная критика, такой критический взгляд, чтобы… Подождите, есть такая болезнь детская у студентов, которые считают, что если это напечатано в книге, значит, это истина. Даже у педагогов некоторых есть такое представление. Но мы же понимаем, что разные вещи печатаются в книгах, и люди друг к другу спорят, и так далее, вступают в дискуссии. И поэтому тут, конечно, нужно… Причем мне приходилось полемизировать с людьми, которых я безмерно уважаю, как ученых. Но, тем не менее, бывают разные точки зрения. Опять же, то, что для своего времени было так, потом взгляд меняется, ситуация меняется, и ничего нет зазорного в том, если окажется, что какой-то ученый высказал не вполне корректное суждение. И, кстати, между прочим, вот как показывает опыт, даже в самых странных иногда суждениях и теориях, как правило, все равно есть какая-то доля рациональности. Пусть, может быть, она окутана чем-то таким причудливым очень, но все равно она, наверное, есть. Поэтому вот так сходу ничего отвергать не надо. Надо трезво, спокойно разобраться во всем, что нас окружает. Да, ну вот сейчас я говорю слишком общо, потому что приводить примеров можно много, но ни к чему. Вот, и самое последнее – это умение вести дискуссию. Потому что, ну вот вы написали текст, потом идет защита. Да, тут еще умение рецензировать, когда студенты… Вот у нас, кстати, есть такая возможность и на кафедре истории зарубежной музыки это начинается, кажется, когда мы рецензируем курсовые работы. Вот, как делаются рецензии? Рецензии, ну, во-первых, вот сначала всегда отмечается что-то положительное, которое, как правило, есть обязательно. Потом, соответственно, какие-то недочеты. Ну и, конечно же, главное, что эта критика должна быть аргументированной, она должна быть доброжелательной. Этому тоже надо учиться. И учить студента – это очень важно, потому что в каком-то смысле это может быть самое главное. Вот когда, например, люди выступают на конференциях, идут в дискуссии, собственно говоря, это и есть вот то самое живое поле общения, где, ну, пусть, если истина, может быть, и не рождается, но, по крайней мере, ну, как-то вот, может быть, готово вот как-то сформироваться. По крайней мере. Спасибо. Спасибо.